В отличие от мужской, наша женская сборная уже давно прошла отборочный турнир. И в эту команду пускай берут не за красивые глазки, красоток в ней все равно хватает. Баскетбольный комментатор нашего телеканала Виталий Носов любит вести репортажи с матчей женских команд. И с удовольствием составил рейтинг самых красивых баскетболисток. Пятое место. Вот этот вот кубок она могла держать в руках в свое время. Лена Корстин – это девочка, которая является лицом российского баскетбола. Она лет 10, наверное, в сборной страны. Она сейчас опять готовится к Олимпиаде. Блондинка. Она высокая. Она нравится мужчинам. И я ее ставлю на пятое место. Четвертое место. А вот этот кубок, скорее всего, был вручен или что-то похожее? А Леня Данилочкина на прошедшем чемпионате Европы, где наша сборная заняла первое место. Она была признана самой лучшей баскетболисткой этого турнира. В баскетболе она на первом месте. По красоте в моем личном рейтинге она на четвертом месте. Третье место. Наталья Жейдик. Брюнетка. Девушка, которая только всходит на баскетбольный небосклон. На последний чемпионат Европы, к сожалению, не попала, потому что получила травму. Но сейчас является одним из кандидатов на поездку на письки игры. Худенькая. Прекрасной фигурой. Третье место. Наталья Жейдик. Второе место. Катерина Сытняк. Это тот человек, который стоит в моем рейтинге женской красоты на втором месте. Капитан команды «Динамо». Человек, который очень много сделал для динамовского баскетбола, для российского баскетбола. Она боец по натуре, и она ведет за собой команду. Первое место. Этот кубок за первое место я бы дал Насте Пименовой. Нужно ли говорить, какая она хорошая баскетболистка, или об этом все знают. У нее очень хорошая рука. Она может попасть, наверное, 50 раз подряд в Хачкова. Я точно помню, может быть, даже больше или 60. У нее такая внутренняя красота. Не девичья, а вот женская внутренняя красота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова